Я хочу представить нам доктора Майса Монро, который в этом году правительство его страны только что наградили ему его самое высокое звание государственной премии его государства. Он только что получил до приезда сюда. А также государство, но королева Великобритании тоже наградила его одно и самое высокое награждение Великобритании за его вклад в развитие человечества в 20 веке. И также мы уже слышали, что это организация, где больше 50 тысяч стран мира. Это все лидеры, политические лидеры, лиригиозные лидеры, социальные лидеры стран развивающихся или третьего мира. Но он является президентом этой организации, которая входит также в ООН. Это единственный лидер, религиозный лидер, который признан организации Абриджио-Нази в этом мире, которая организация входит в ООН. Продолжение следует... Я не знаю, если здесь есть представители власти. Я вижу представители управления поделом религии здесь. Я думаю, что есть тоже еще представители власти. Я вижу представители... Народного депутата Украины, Бабиша, Валерия Геогревича. Я вижу тоже семья Черновецкого здесь. Есть ли кто-нибудь еще представители власти? Кто-нибудь еще? Кто есть? Есть ли? Поднимите, пожалуйста, ваши руки взяли. Так, ага. Я вижу мэра Бориспола, так. Так, есть ли еще кто-нибудь здесь у нас? Слава Богу. У вас есть список, да? Ага. Хорошо. Хорошо. Ага. Хорошо. Спасибо. Давайте так далее. ВСЕМИ ПА ПРИВЕСПУЕМ, ДОКТОРА, МАИСА, МАВРОМ. ПОТОРА, МАИСА, МАВРОМ. ПОТОРА, МАВРОМ, 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 МАВР Для меня является очень высокой привилегией говорить на такую важную тему вам сегодня. Сегодня я хочу говорить на такую тему. Восстановление модели национального развития. Это исторический момент в жизни этого народа, этой страны. Народ Украины можно сравнить с младенцем. И поэтому очень важно, чтобы народ этой новой страны понял вот это национальное, народное развитие. И я верю, что одной из главных задач церкви и является консультация по теме вот этого национального развития. Обычно и вообще исторически сложилось так, что всегда существовал конфликт между церковью и государством. И вина за это, можно сказать, лежит на церкви. Потому что церковь в ответе за то, как государство ее воспринимает. Потому что во многих случаях церковь часто неправильно представляла свое предназначение, свою цель, для чего она находится в государстве. И, возможно, церковь иногда смотрит на государство, как на своего врага. Поэтому очень естественно, если государственные структуры будут смотреть на церковь так же, как на своего врага. Церковь иногда смотрит на мир, как на своего врага. И внутри церкви где-то образовалась такая ненависть к миру. Но это трагедия. Потому что в соответствии с христианским писанием Бог любит мир. Как же может церковь, которая является представителем Бога здесь на земле, ненавидеть то, что Бог любит? И через несколько месяцев мы отпразднуем начало нового тысячелетия. И все с радостью и возбуждением ожидают этот момент. Но у меня печаль в сердце. Почему? Потому что церковь не смогла осуществить ту ответственность, которую Бог возложил на нее. Должна ли церковь праздновать следующее тысячелетие? Я не уверен. Потому что после двух тысяч лет проповедования труда христианского, миссионерского труда, евангелизма, обучения, строили здания, этот мир все еще не самое лучшее место. И разделение между церковью и государством сейчас еще больше стало. Но я приехал в этот момент истории чтобы бросить некий вызов этой стране, особенно церкви в этой стране, чтобы еще раз обнаружить для себя свою цель и свое предназначение. Каково же предназначение церкви? Во многих наших христианских головах работа церкви состоит в том, чтобы разрушить страну. Мы, конечно, не говорим этого, но мы так верим. И часто, во многих случаях, мы как бы атакуем государственные структуры. Мы обличаем их. Мы осуждаем целую страну. И в ответ государство также обвиняет церковь. Атакует церковь. И тогда государственные структуры смотрят на церковь, как на своего врага. Но я хочу сделать заявление. И я хочу, чтобы вы его записали. Самая важная вещь для Бога это нация, народ. Бог любит народ больше, чем он любит церковь. О, такой сюрприз. И Божье желание, они осуществляются не только через церковь, но они идут полностью во весь народ. И, кстати, все, что делает Бог, оно делается для определенной страны, для определенного народа, народности. А современная церковь еще не поняла этого. Поэтому церковь хочет как-то выйти из страны, как-то оставить этот народ. Христиане молятся, Боже, дай нам оставить эту землю. И таким образом, получается, что они молятся, чтобы Бог разрушил эту страну, этот народ. И христианская церковь иногда молится о восхищении. И молится о том, чтобы Христос пришел скорее второй раз. Так, чтобы Он все погубил, все, что не было. И забрал церковь отсюда поскорее. Но это не то, что в разуме у Бога. Бог любит народ. Вот для чего Бог сотворил церковь. Запишите обязательно. Церковь существует для народа. Нам нужно многому научиться. Народ пока находится в невежестве, в незнании. Церковь там же. Народ не понимает предназначения церкви. А церковь не понимает предназначения народа. И поэтому у них антагонизм. Они друг друга атакуют. Христиане проповедуют из этой книги. А эта книга о народах. Какова наша земная судьба? Перед тем, как я отвечу на этот вопрос, позвольте мне сказать, чем не является сначала. И я буду говорить это вам, которые говорите о себе, что вы являетесь представителями Бога. Христиане. Запишите, пожалуйста, это. Сначала мы запишем, чем не является наша судьба и наше предназначение. Номер один. Наша судьба и предназначение – это не спасение. А что я имею в виду? Вы не были рождены в этот мир просто для того, чтобы родиться свыше. Вы понимаете, о чем мы говорим? Бог не создал вас просто для стать христианами. То есть, другими словами, Бог не сотворил нас, и мы не родились на этой земле просто для того, чтобы стать христианами. Спасение это средство, это путь к какому-то завершению, но не сама цель окончательная. Но церковь сделала спасение финиша. Поэтому что мы проповедуем? В наших христианских церквах. Мы проповедуем о том, что люди должны быть обращены к Богу. Они должны принять спасение. А когда они принимают спасение, мы говорим людям, а теперь ненавидь вот этот народ, и ждать Иисуса. Но спасение это не наша судьба окончательная, не наш финиш, не наша последняя точка. Это всего лишь путь к финишу. Когда спасение это все, что мы проповедуем, мы оставим людей и нации в безнадежности. Если будет проповедоваться только спасение, то мы оставляем весь народ, всю нацию в безнадежности. Вот почему во многих странах есть проблемы с церковью. Они смотрят на церковь как на такое средство раздражения, как какой-то возбудитель, очаг, который раздражает. Потому что церковь культивирует такой взгляд, что вот те, которые здесь, они лучше, чем все те, которые за стенами. Тем самым они осуждают народ, страну. Но это так отличается от того, как смотрит на все это Бог. Библия говорит, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал свой самый лучший подарок. Тут не сказано, ибо так возлюбил Бог церковь. Церковь так говорит, конечно, но Бог так не говорит. В Библии сказано, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Это обнаружено в Джон, в 16, и это вы можете прочитать в Евангелии от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Но прочитайте 17 стих, там сказано, ибо не послал Бог своего Сына в мир, чтобы судить и осуждать этот мир. Но церковь судит мир. Сам Иисус не судит его. Он его любит. Спасение это всего лишь путь к концу, к финишу. Бог спас тебя для того, чтобы ты мог спасти всю страну, весь народ. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал своего единственного Сына. Ибо так возлюбил Сын Божий этот мир, что дал Ему Церковь. Номер два. Наша судьба не заключается и предназначение не заключается в том, чтобы просто быть наполненным Духом Святым. Многие верующие верят, моего судьба заключается в том, чтобы исполниться Духом Святым. И это стало как бы концом, финишем. Но исполнение Духом Святым это всего лишь путь, который ведет дальше, к окончательной точке. Помните ли вы, что говорил нам основатель церкви? В Деянии первой главы он сказал первым верующим ожидайте в Иерусалиме и примите силу. Почему? Зачем? Для того, чтобы работать, а не для того, чтобы просто развлекаться. Вы приняли силу Духа Святого, чтобы потом пойти и работать. Чтобы работать хорошо, не на небесах, но здесь, среди народа, здесь, в этой стране. Когда вы принимаете эту силу, тогда вы становитесь свидетелем Иисусу, так сказал Он. Где? Где? В Иерусалиме. Что такое Иерусалим? Это твой дом. Это твои соседи. Это твой город. Это твоя страна. И в Иудее это другие города вокруг. В Самарии это другие страны вокруг твоей страны. И во весь мир вот что и есть. наша судьба. Бог дал нам силу для народов. И Он дал нам силу. Сила. Запишите, пожалуйста, это. Сила Духа Святого. Она дана для народа. Я представляю себе, что вы сейчас все в удивлении. И такой сюрприз это для вас. Вот почему Бог меня сюда послал. Потому что Украина нуждается в вас. Номер три. Наша предназначение не просто чудеса. чудеса опять же это всего лишь то, что у нас на пути к завершению, к концу. А мы сделали чудеса концом, финишем. Все. И для чего же нужны чудеса? Бог сделал так, что чудеса, они являются средством привлечения народа к Богу, так, чтобы весь народ мог получить спасение. Когда вы изучаете Библию, посмотрите, для чего Бог использовал чудеса. Кстати, Бог употребил чудо, чтобы сотворить Украину. чудеса нужны для того, чтобы творить страны, народы. Подумайте об этом. Как Бог творит страны, целые народности из рабов? Подумайте об этом. Израиль был под угнетением 430 лет. И Бог говорит, мне нужна страна. И что же Бог делает? Он делает чудо. Для чего? Чтобы сделать страну, поднять народ. Эта страна была сотворена в один день. Это чудо. Посмотрите на свою историю. Это же чудо. И вы должны благодарить Бога за это чудо. Иисус никогда не делал чудеса для развлечения публики. Он производил чудеса для того, чтобы спасать тех людей, которые видели эти чудеса. Иисус не делал чудеса только среди верующих. бога. Он исцелял детей угнетателя. Для чего? Так, чтобы и угнетатель мог поверить в Бога. Центурион был римским офицером. Иисус исцелил его слугу. И они поверили в Бога. И это чудо завоевывало ту страну. Номер четыре. Наше предназначение окончательно это не церкви. Это большой сюрприз. церкви являются стратегическим средством, но опять же это всего лишь средство, ведущее нас к завершению. Бог не сотворил эту церковь, для того, чтобы она была изолирована от народа. И Иисус никогда не намеревался, чтобы его церковь, то, что он строит, была изолирована. убежище. Ага. Но Иисус никогда не намеревался, чтобы церковь просто была убежищем, куда могли забежать, спрятаться, закрыться и остаться. Это трагедия, что так происходит. Посмотрите на свои церкви. Посмотрите на все из них. Я так счастлив, что эта церковь находится в этом здании. И это моя молитва, что то здание, куда вы перейдете, чтобы оно было открыто чтобы оно приглашало весь народ. Чтобы это не было такое здание, которое закрыто.